В гимназии АГИ стало хорошей традицией в канун Нового года проводить открытое первенство на кубок главы Одинцовского района Александра Георгиевича Гладышева по плаванию. Ребята с удовольствием участвуют в соревнованиях, многие из них уже давно отстаивают честь не только своей школы, но и района. Поэтому такие старты нужны, чтобы лишний раз проверить свои силы. В нашем бассейне эти соревнования уже проводятся в четвертый раз. И вот 15 января наша гимназия будет отмечать свое пятилетие. И в октябре, так как бассейн чуть позже открылся, чем гимназия, в октябре мы будем отмечать тоже свое пятилетие. И, наверное, приурочим это как раз к кубку главы Одинцовского муниципального района. Пятый раз. За что сегодня борются ребята? Они борются за победу. Каждый участник ждет этой победы и надеется победить. Иван Щегольский, ученик 10-го А-класса, гимназия ГИС, умел максимально выложиться на 50-метровой дистанции, как и его товарищи. Вместе ребята буквально вырвали победу из рук соперников, оставив их далеко позади. Сейчас была эстафета 4 по 50 метров комплексное плавание. Наша команда выигрывала первое место. В общем, все ребята молодцы, выложились по полной. Сергей Сопрохин, ученик 7-го А-класса лицея номер 2, плаванием занимается с 3-х лет. Родителям посоветовали отдать мальчика в бассейн, так как у него была астма. Как признается Сергея, сначала это были просто занятия для укрепления здоровья, но последние годы Сережа всерьез задумался о карьере пловца и усиленно занимается. Хочу стать пловцом, хорошим спортсменом, едеть на Олимпиаду и побеждать. Сергей участвовал в личном первенстве. В этот раз фортуна была не на его стороне. По мнению мальчика, он может претендовать только на третье место. Я думаю, я претендую на третье место своим результатом. Почему только третье? Вот чего сегодня не хватило, ну вот именно на твой взгляд? Потому что новый бассейн, я не привык. Участники соревнований получили массу положительных эмоций от заплывов, тем более, что это последние старты в году. Впереди новый 2013 год и новые победы. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.